Проведение региональной конференции продовольственной сельскохозяйственной организации ООН для Европы перенесено из Кишинева в штаб-квартиру организации в Риме. МИД России сообщил, что это было сделано по настоянию Москвы. Напомним ранее, Молдова, как будущий организатор мероприятия, заявила, что не допустит приезда в страну делегатов из России. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва добилась переноса места проведения ближайшей региональной конференции продовольственной сельскохозяйственной организации объединенных наций. Меры были предприняты после того, как МИД Молдовы сообщил послу России Олегу Воснецову о нежелании видеть российскую делегацию на встрече в Кишиневе. По словам Захаровой, в результате переноса Молдова понесла не только политические, но и финансовые издержки. В нашей стране удалось добиться переноса места проведения 34-й сессии региональной конференции продовольственной сельскохозяйственной организации ООН для Европы. 14-17 мая должна состояться эта сессия. Так вот, удалось добиться ее переноса из Кишинева в штаб-квартиру организации в Риме. Россия является крупнейшим поставщиком продовольствия в мире. Мы делаем это и на коммерческой основе, но мы это делаем в том числе и в рамках наших гуманитарных поставок, как по линии ООН, других международных площадок, так и индивидуально помогая странам. Это кому Санду решила перекрыть въезд и участие в работе продовольственной организации? Крупнейшему поставщику продовольствия в мире? Для чего? Для того, чтобы в очередной раз усложнить ситуацию с продовольственной безопасностью в мире, которую спровоцировали ее западные покровители? Ну это же просто настолько очевидная мирового масштаба диверсия. Спустя несколько часов после выступления Марии Захаровой с заявлением о переносе форума выступил молдавский МИД, который поспешил заявить, что перенести место проведения саммита предложила молдавская сторона, тем самым, по факту, предоставив возможность россиянам участвовать в нем. Что касается 34-й конференции ФАО для Европы, мы подтверждаем, что власти Республики Молдова выступили с принципиальной позицией не допускать на свою территорию представителей государства-члена ФАО, которая развязала войну против другого государства-члена ФАО. Власти Республики Молдова проинформировали все заинтересованные стороны о возможных способах участия в гибридном формате делегаций на мероприятии. Поскольку Республика Молдова соблюдает свои международные обязательства, предложение о переносе мероприятия в Рим поступило из Кишинева, чтобы встреча прошла в соответствии с уставом ФАО и ее правилами процедуры, заявил МИД Молдовы, подчеркнув, что лучшим вкладом со стороны России могло бы стать прекращение агрессии против Украины и соблюдение принципов устава ООН. Ранее внешнеполитическое ведомство Молдовы предлагало представителям России участвовать в форуме в режиме онлайн или на уровне посольства. Следует отметить, что конференция в Риме пройдет под председательством Республики Молдова. Пятый канал обратился за комментарием в МИД Молдовы по поводу заявления Захаровой, а также ответить на вопрос, чтобы узнать, понесла ли Молдова политические и финансовые издержки из-за переноса и в чем это выразилось, а также назвать бюджет форума, который был перенесен. К моменту подготовки этого сюжета в эфир ответ оттуда не пришел. Вместе с тем известно, что Министерство сельского хозяйства дважды объявляло тендеры в рамках организации форума. Только на питание, аренду помещений, транспортные услуги, приемы, художественную программу планировалось потратить 4 миллиона 750 тысяч леев. Не обошли тему переноса крупного форума некоторые политики. Так, представитель партии «Ренаштере возрождения» Александр Нестеровский в своем телеграм-канале написал, что у европейских коллег явно ума побольше. Они решили не повторять глупостей желтой молдавской власти и препятствовать участию ФАО одного из главнейших игроков на продовольственном и сельскохозяйственном рынке. И чего добились ПДС по итогу – очередного позора и очередного обострения отношений с Российской Федерацией. А журналист Дмитрий Чебошенко заметил, в МИД Молдовы заявили, что они сначала не пустили делегацию из России на конференцию ООН в Кишинев, а потом попросили ООН перенести конференцию из Кишинева в Рим, чтобы российская делегация могла приехать туда. Молдавская дипломатия, она такая хитроумная. В повестку 34-й региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации включены вопросы, связанные со сферой сельского хозяйства, безопасностью пищевых продуктов, цифровизации в устойчивом использовании земель, лесов и водных ресурсов. Региональная конференция ФАО является одним из руководящих органов продовольственной и сельскохозяйственной организации, которая собирается раз в два года. В мероприятии запланировано участие представителей 54-х государств-членов ФАО, в том числе и Европейского Союза, как полноправного члена организации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова